Привет, друзья, с вами Джокер, вы на канале Джокер Кипиш, игра у нас в кошелке. Друзья, я, короче, в гостях у игрока Юрия, на замке у него, короче, нить замка Старик 39. И, ребят, я такого ни разу вообще не видел ни у кого, даже у донатов, там, у всех остальных. Человек, короче, ну, как бы, играет, да, ну, не очень сильно, как бы, разбирается в игре, но старается, как бы, всё понять. И он столько всего не израсходовал в игре, я просто офигеваю. Вот, допустим, заходим, чудо цивилизации, да, ну, это как бы не в беду сказано, просто удивляюсь. Смотрим, офигеть, просто полтора миллиона камней, я тут так вот потыкал, потыкал, понял, что, короче, это полчаса тут мне нажимать, это только в одно место, я решил, короче, ну, попросил его сам будет делать, и, короче, тут 100 было в гравю, ребят, 100 тысяч камней перековки, короче. Ну, это не самое, короче, важное. Получилось у меня здесь сделать ему неплохое снаряжение на штанах, прям вообще. Таких штанов я тоже не видел, ребят, смотрите, базовая атака стрелков двойная и защита стрелков. Если было бы тройная стрелки, вообще было бы круто, очень сложно их поймать, все навыки получились у нас. Рыжие, прям вообще, я бы сам себе такие хотел штаны, это просто мечта любого лучника, друзья, вы посмотрите. А здесь у него на замке так получилось. И вторые сапоги, то же самое, защита и стрелки, и атака стрелков, вообще просто пушка, можно замок делать смело лучниковый. И второй весь лучником, подгонять, и все будет круто. И, ребят, самая фишка, я еще не везде заглянул, как бы еще не знаю всех нюансов, но что я тут нашел, просто смотрите, ребят, и ставьте лайки. 437 камней, ребят, вы представляете, сколько, сколько можно сейчас поймать всяких плюшек, тем более, сегодня удачный день, как бы можно это делать. Не забывайте, что в воскресенье у нас, когда вы захватываете руины, есть высший шанс поймать что-то хорошее. Давайте посмотрим, что мы поймаем. По 10, сколько мы вообще камней сможем сделать. У него тут, ну, маловато, и сейчас мы это дело все подкачаем. Итак, погнали. Выкапываем. По десятке. В основном, видите, летит серия. Серый фиол. Зеленый, серый. Нет, это, ребят, просто ужасно вылетает серым. Давайте единичными. Бася, хватит тут умываться? Давай, иди гуляй. Кот тут ходит у меня, у него утро доброе начинается. Начинает тут около меня ползать. Так. Ну вот, дошли до конца, но все равно пока ни одного рыжика, ребят, не видели. Ничего, мы эти камни ему все все равно синтезируем. Улучшим, что нам нужно. В идеале, конечно, найти базовую атаку или базовую защиту стрелков. Вообще было бы круто. Или снижение, получаемого настрелками. В принципе, все, что нам нужно, настрелков нам нужно будет искать. Я думаю, и серых, и зеленых по-любому здесь. Опа, защитный строй как раз. Это осадное орудие, ребят. Камни противодействия. Это, ребят, еще ролик к тому, что, представляете, да, в это донатить. Вот вы купите себе, да, там, допустим, потратите 500 долларов, купите 500 долларов, вот этих кирок, и вам вот такие вот будут награды лететь. Ну, спасибо, конечно, разработчикам за такие награды хорошие. Просто, ребят, жесть. Ну, я сам это знаю, у меня тоже постоянно такое бывает, как бы, к этому я был готов. Но, конечно, это обидно. Ребят, если у вас есть на замке реально что-то, много чего там, вербовки, перековка, камни там, и вам не жалко, чтобы я это потратил и сделал для вас ролик, также я помогу вам в замке, обязательно пишите мне, договоримся. Я зайду, и у вас поиграю, что-нибудь поделаю, и ролик сделаю заодно какой-нибудь интересный. Опа, крит, шанс крита лучников, отлично, вот это уже хорошая, нужная вещь для нас. Сделаем юрю. Рыжий строй. На лучников полностью, и будет он на нем отыгрывать, отлично. Он пехот и рыжий, фиолетовый, точнее. Вот это уже красиво пошло. Скорость прохода. Так, ну в принципе наберем, наберем, друзья. Синяя, так, лечение, лечение. Палатки сможем спокойно расширить, но я, ребят, не советую изначально вкладываться в палатки, там во всякие скорости походов, сборы. Вам это не особо нужно, советую всем качать сначала атакующие, базовые, и начинать с синих навыков. Если нет синих, сначала зеленые, потом вы ими же все равно заполните свои лучшие. Рыжие и фиолетовые очень тяжело качать, на самом деле, ребят. Также у нас тут немало ключей нападает. Из сундуков мы их тоже вскроем, посмотрим, что там у нас будет. Ладно, давайте по десятке продолжим. Опа, снижение. Это пехота тоже хорошо, конечно. 2,4 снижение, нормально. Пехотно-лучниковый замок будет вообще прям идеально на этом замке. Отлично, что это? Бонус к атаке. Здоровая, пехота, хорошо. Фиолетово. Так, снижение. Кавалерия 1,6. Базовая защита осадных орудий, друзья. Блин, осада нам не нужна, нам лучник нужен. Так, урон колесниц. Не то, ребят. Все неедок, все не так. Получаем урон при обороне снижения. Подойдет. Также нам будут дырки пробурить, снаряги по 2. Так, это не то. Всеобщая оборона. Не актуально. Загрузка войск. Противодействие осадных орудий. Нормально. Это на героя командира подкрепление у нас уйдет. Короче, ребят. В замке дел просто, ну... Это надо понимать. Тут поле не паханное просто дел. Всеобщая атака. Блин, дороговато. Все эти проценты мало все-таки. Не будем ее качать, скорее всего. Пустим просто в расход. Странно, что не летит здоровье. Синяя. Вообще, что-то мало вижу. Эффект противодействия пехоте. Отлично. Пригодится. Так, это что у нас? Ускорение и исцеление. Блин. Тоже бесполезно. Защита пехоты тоже нам не нужна. В принципе, есть у нас 5 или 7 навыков подходящих. Мы их как раз все улучшим. Я думаю, этого будет достаточно пока что лорда упакуем. Получаем урон пехоты снижения. Второе уже отлично. Пехоту снизим. Нормально будет. Вообще, ребят, реально выйдет такой добротный пехотно-лучниковый замок для обороны сам а то. Тяжело будет пробить. Особенно с подкреплениями. Ну, в атаке, да, как бы нет смысла дергаться, потому что проценты тут все равно не высокие. Но в обороне будет красиво. Тем более строй подготовим на обороны. И все у нас будет. Сейчас еще посмотрю, что по сундукам. Бонус защите. Ну, вот и все, ребят. Практически 500. Ну, наверное, сейчас мы еще в сундуках глянем. Так, тут еще у нас два сундука. И здесь у нас 22 сундука. Еще кирки выпали. Десятка камушки. Тоже мы их в дело пустим. Ничего хорошего. Ну, тоже ничего хорошего. Ну, и остальные кирки, ребят, тоже давайте зарядим. Как раз с пятихаточкой будет. Производство. Вот так. Вот так, друзья. Ну, вы видели, что может вам выпасть из 500 кирок? Что мы заимели? Ну, есть у нас немножко на лучника, снижение, на кирты есть, на пехоту. Базу не нашли. Но есть немного здоровья еще и противодействия. И урон пехоты, ребят. В принципе, можем как раз таки все их нормально использовать. Вот как-то так. Ребят, еще раз говорю, если у вас есть что-то подобное, обязательно пишите. Мне реально интересно самому вот это поскрывать, как бы ролик сделать. Ну, и не оставайтесь равнодушными. Ставьте лайки, а не забывайте. Подписывайтесь сегодня, ребят, будет в обед примерно, ну, или часа в три ролик об КВК моем. Все, вам покажу. Я еще потом повоевал, пару замков слил, так что будет интересно. Все, друзья, всем пока. С вами был Джокер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok